Если продолжить церемонию, которую мы только что посмотрели, многие пишут, что организаторы и авторы этого всего достойны госпремии, наград и восхищения того, что происходит. И хочется кричать, что нас не догонят, как это делали столистские группы Тату. Юля, Лена, они с нами сегодня прямо в церемонии. Привет! Мы прямо здесь, мёрзли на крыше. Ну расскажите, какие ваши чувства и эмоции? Эмоции, на самом деле, не передать словами, потому что, мне кажется, это только один раз в жизни может быть такой шанс. И, конечно, выступать на открытие Олимпиады. Прям сердце стучало, особенно когда ещё слышались наши песни несколько раз во время церемонии. Прям всё. Но вы ещё кроме церемонии на пресс-шоу прям выступали перед зрителями, перед всеми 40 тысячами. Да, да, да. Отлично вообще, очень здорово. Скажи, скажи, или голос пропал. Слушайте, меня вообще заморозило после Олимпиады. Я в таком ауте. Я пока до сих пор не могу против себя, что мы здесь. Это очень круто, правда. Вообще, это большая честь, на самом деле, выступать на Олимпиаде. Мы, конечно, очень рады, что нам была дана такая возможность. Ну давайте ещё раз. Нас не догонят! Нас не догонят! Нас не догонят! Всем всем удачи! И, блин, мы, ребята, победы! Мы, ребята, победы! Много-много медалей! Вам что-то понравилось? Я в восторге от «Войны и мира». Мне кажется, что это был очень красивый балет. Бал! Мне понравилось вообще всё. Очень всё красочно, очень всё красиво. Правда. Очень красиво. И машины так прям красиво ездили. А паровоз огромный. И паровоз огромный. Но сейчас зрители будут возвращаться, мы получим самые первые эмоции от тех, кто принимал участие, тех, кто был в трансляции. Сейчас совершенно явно, что этот салют разбудит девочка, она поймёт, что всё это не сон, что всё здесь так, Сочи так сейчас выглядит. И так не хочется покидать вас, уважаемые зрители, но мы прервёмся и вернёмся в наш большой олимпийский эфир совсем скоро. Не переключайтесь.